На НТВ место встречи, ну вот по ситуации, которую обсуждали только что, в итоге, что вверх возьмёт, политика или экономика, Владимир Васильевич? Ну, пока следует признать, что политика берёт вверх, мне кажется, это очевидно, но, опять же, мне кажется, есть экономический инструментарий, который может позволить выправить эту ситуацию. Можно победить политику экономикой? Можно победить политику экономикой. Георгий Валерьевич? Ну, политика пока на первом месте, все ключевые решения, диверсификация энергетическая, санкции, даже отстранение российских спортсменов, в результате исключительно по политическим причинам. Но так будет не всегда, потому что в конечном итоге всегда Хладильник одерживает победу над телевизором. Всегда. Андрей Владимирович? При лозунге «всё для фронта, всё для победы» экономике нет места. Экономике нет места? Нет места в принятии решений. Только политика. Как? Виктор Жозефович? Политика превалирует, так как Запад считает, что дивиденды, которые он получит от ослабления или дезинтеграции России, они гораздо больше, в том числе экономические. Они готовы потерпеть. Угу. Станислав Павлович? Ну, политические мотивы, они стратегические, то есть они впереди идут. Другое дело, что в их реализации становятся экономические препятствия. И тут уж приходится отчасти поступаться идеологией. Антон Валерьевич? Ну, в конечном итоге очень хочется, чтобы победил здравый смысл. А это очевидная экономика. И вот тут мы обсуждали, и возможно победит дружба. А вот бензопила или трубопровод, это вот посмотрим. То, как вы поставили вопрос... Я про дружбу вообще говорил, про дружбу, про качество человечества. То, как вы поставили вопрос, Андрей Владимирович, это на самом деле ходить... Что значит я ставил, ты самого придумал. Нет, ходить оплёванным, но бедным, а побогаче? Или ходить с гордо поднятой головой, но бедным? Я даже не думал... Просто хождение с гордо поднятой головой, но бедным, в конце концов гордость уходит, бедность остается. Поэтому пока... Это называется лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Чуть-чуть оплёванными, но побогаче. В общем, из всего сегодня сказанного я понял, что, хотя всё будет хорошо, это я вам сказал, да, но, в общем, на какой-то оттепель надеяться, наверное, ну, как минимум преждевременно. Армянское радио спрашивает, расскажите, пожалуйста, а в чём цель вот этой очередной политической оттепели? Армянское радио отвечает, ну, а вы когда-нибудь пробовали на морозе гайки закручивать? Этого вместо встречи, которую изменить нельзя, 14.00, будние, эфир НТВ, с наступающим Новым годом. Всего вам доброго, до свидания.